МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Услуги эвакуаторов в Тольятти. Круглосуточная эвакуация грузовых и легковых автомобилей. Телефон 740-911. В понедельник в детском парке в Автозаводском районе работали сотрудники МЧС. Поступило сообщение о том, что в летнем кафе произошло короткое замыкание электропроводки с последующим пожаром. Возгорание удалось ликвидировать до прибытия огнеборцев. Также была произведена эвакуация посетителей. Площадь горения в итоге составила полквадратных метра. В субботу на обводной дороге поселка Приморский произошло ДТП с участием мотоциклиста. В момент столкновения попал на камеру видеорегистратора. После удара владельцу мототранспорта потребовалась помощь врачей. Оформлением аварии занимались сотрудники ГИБДД. Напомним, что 28 мая столкнулись также Веста и мотоциклист. Тогда водитель Весты при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу мотоциклу. В итоге на скорости мотоциклист врезался в водительскую сторону Лады. От сильного удара владелец мотоцикла вылетел из седла и упал на асфальт. Со слов очевидцев, до прибытия врачей мужчина находился в сознании. В карете реанимобиля его доставили в городскую больницу. На протяжении некоторого времени за жизнь мотоциклиста боролись врачи. Но, несмотря на все усилия медиков, от множественных переломов и травм, мужчина, не приходя в сознание, скончался. На днях на территории Тольятти, на улице Спортивной, прошел масштабный рейд «Трезвый коридор». Основная цель мероприятия – выявление и пресечение фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения. При проведении проверки автоинспекторы организовали специальный коридор, обозначенный сигнальными конусами. Также сотрудники полиции использовали метод массовой проверки, который включал в себя остановку машин на короткий промежуток времени с возможностью по визуальным признакам оценить состояние каждого водителя. За время проведения рейдового мероприятия было проверено более 50 автомобилей. Не обошлось и без выявленных нарушений. Один водитель находился в состоянии опьянения. Теперь за данное правонарушение автовладелец будет привлечен к административной ответственности. Лето – любимая детская пора. Но, к сожалению, одна из самых травмоопасных. Чем младше ребенок, тем хуже у него развитое чувство опасности. Малыш может легко выбежать на проезжую часть с мечом, начать переходить дорогу, даже не посмотрев по сторонам. Врач-травматолог Максим Чабаненко просит уделить внимание своему ребенку, вместе с ним изучить правила дорожного движения и убедиться, что он соблюдает эти правила. Наступление теплого времени года статически повышает риск детского травматизма, связанного с средствами индивидуального перемещения, ролики, самокаты, велосипеды. При таких случаях превалируют травмы верхних и нижних конечностей. Как правило, такие травмы приводят при несоблюдении мест общего пользования, катания, то есть велодорожки, пешеходные переходы. Несоблюдение этих правил приводит к повышению травматизма, детского травматизма. Будьте всегда рядом со своими детьми, соблюдайте элементарные правила безопасности, и тогда отдых принесет вашей семье только радость и положительные эмоции. 12 июня на кольцевой развязке улиц 40 лет Победы, 70 лет Октября, Льва Яшина, ДТП, погиб мотоциклист, авария случилась поздним вечером. По предварительным данным, водитель мотоцикла двигался со стороны улицы Тополиной в направлении Льва Яшина. При въезде на кольцо мужчина 93-го года рождения не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в металлическую конструкцию. К месту ЧП была направлена бригада медиков. К сожалению, травмы, полученные в результате ДТП, оказались для мотоциклиста несовместимы с жизнью. Оформлением аварии занимались сотрудники госавтоинспекции, на месте работали следователи. По факту дорожного происшествия заведено уголовное дело. Стоит отметить, что в последнее время на дорогах города участились аварии с участием мотоциклистов. Уважаемые автомобилисты и владельцы мототранспорта, проявляйте уважение друг к другу во избежание трагических происшествий на дорогах. На Санчелеевском шоссе сразу после железнодорожного переезда загорелся автомобиль «Лада Ларгус». Судя по всему, возгорание началось в моторном отсеке. К сожалению, из-за быстрого распространения огня автомобиль выгорел полностью. Причины возгорания уточняются. Оплачивайте штрафы вовремя во избежание проблем с законом. Необходимо напомнить гражданам, подвергнутым административному наказанию, об обязанности своевременно уплатить установленный законом административный штраф. Такой срок установлен в количестве 60 дней. После данного срока административный орган проверяет наличие оплаченного штрафа и в случае отсутствия соответствующей оплаты принимает меры к принудительному взысканию данного административного штрафа. Материалы направляются в подразделение судебных приставов и принимаются меры к привлечению к административной ответственности, предусмотренные частью 1 статьи 20.25 Кодекса РФ административных правонушений. За данное правонушение предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере не менее чем двойной суммы неуплаченного штрафа и не менее 1000 рублей, либо обязательной работы на срок до 50 часов, либо административный арест в размере до 15 суток. В Тольятти разыскивают Чумакова Вадима Ивановича, 60-го года рождения. Последний раз мужчину видели на территории СНТ Тимофеевская 12 июня. После этого пожилой человек перестал выходить на связь с родными и близкими. Приметы пропавшего – рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза зеленые, был одет в черную ветровку, белую футболку, светлые шорты и темные ботинки. Если вам что-либо известно о местонахождении данного человека, просьба сообщить по единому номеру 112. Если мы увидели, что человек упал на улице, необходимо к нему подойти, проверить его сознание, встряхнуть за надплечья, окрикнуть его. Если он не реагирует, мы должны удостовериться в том, что он дышит, либо не дышит. Для этого мы должны ухо прислонить к его носу, взгляд повернуть на грудную клетку и за 10 секунд посчитать число дыхательных движений. Если за 10 секунд человек не дышит, в это время мы просим какого-то другого, случайного человека, проходящего мимо, вызвать для нас скорую. И после этого сразу же приступаем к встрече легочной реанимации. То есть, расстегиваем одежду, потому что наш непрямой массаж сердца должен обязательно проходить на голом теле. Руки кладем на среднюю треть грудной клетки и делаем 30 компрессий. Глубина компрессии, насколько у вас, конечно, это получится, в районе 5-6 см. После этих компрессий мы производим два вдока, предварительно разогнув шею пациенту. В таком ритме мы продолжаем делать встрече легочную реанимацию до момента приезда скорой помощи, либо до момента, когда пациент не придет в сознание или не начнет дышать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова